В июле следующего года в Астане под эгидой Всемирной корпорации Триатлона пройдет одно из наиболее сложных соревнований Ironman 70.3. На днях было заключено долгосрочное соглашение с Международной корпорацией Триатлона. А сегодня в столице стартовал открытый республиканский чемпионат. Кто с успехом преодолел все дистанции и пришел к финишу первым, расскажет Марк Брюшко. Проплыть почти 2 километра, проехать на велосипеде 90 километров и пробежать полумарафон, а это более 21 километра. Такое под силу только железным людям. Почти 200 спортсменов из нескольких стран СНГ стали участниками открытого чемпионата Казахстана по Триатлону. Среди них как любители, так и профессионалы. Похоже, в Казахстане прописались и соревнования по Триатлону Ironman 70.3. Сегодня стало известно, что они впервые пройдут в Астане в июле следующего года под эгидой Всемирной корпорации Триатлона. Об этом сообщил глава КНБ, президент Казахстанской федерации Триатлона Карим Масимов. Нами подписано соглашение, международная корпорация Триатлона, о том, что в следующем году в Астане пройдет впервые на постсоветском пространстве соревнования Ironman Triathlon Астана 70.3. Я всех с этим поздравляю. А самое главное, это массовое развитие спорта, как и поручал нам глава государства. И изнуряющая жара, избивающий с велосипеда ветер. Этим спортсменам действительно все нипочем. На так называемой полужелезной дистанции за одну гонку они должны использовать свои силы на все 100%. Дистанция действительно достаточно большая. 90 километров в велоспорте не так просто в Астане набрать. Поэтому дистанция будет пролегать как на территории города, так и за территорией города в сторону аэропорта по объездной трассе уходим. Бег чуть короче, но тоже будет задействована территорией города. Вместе с тем, место проведения триатлонный парк. Вы знаете, здесь у нас есть прекрасная дорожка на 9 километров. Среди профессионалов первым на дистанции стал россиянин Иван Тутукин. Второе место завоевал спортсмен из Казахстана Максим Крят. От соперника его отделяли лишь несколько секунд. А бронзу в этом сложнейшем поединке заслуженно получил украинский спортсмен Виктор Земцев. До последнего непонятно было, как он сложится, потому что все бежали очень близко вместе, можно сказать. Кто-то натянет, кто-то отстанет. Борьба была тяжелой, бескомпромиссной. Если честно, вторым результатом я очень доволен, так как оба спортсмена на самом деле очень титулованы. Предпринял попытку длинный финиш сделать метр за два, так как понимал, что метров за 200 у меня там шансов не будет. В принципе финишер помощнее. Попробовал бежать за два километра, чуть-чуть вырвался, но ничего не получилось. Попытался убежать на втором круге, но давняя травма стопы не дала полностью реализоваться. Пришлось сбавить. И когда начался финиш уже в конце, то финишировать уже сильно не смог. А чемпион Олимпийских игр Александр Винокуров стал одним из первых на дистанции среди любителей в одной из возрастных категорий. 4.23 я прошел. Для меня, в принципе, это хороший результат. В этом году это вторая уже половинка, железная, скажем так. Первая была в Дубае, сегодня здесь. Ну и рад за Казахстан, за Астану, что развивается это движение. На следующий год аэромэн уже, поэтому это круто. Ну а вечером, когда все итоги подведены, прошла церемония награждения спортсменов. Цветы, медали, кубки, денежные сертификаты и, конечно же, буря оваций от болельщиков. Заслужили. Марк Брюшко, Бахтияр Рзаев, Ерлан Наурезбаев, Хабар-24, Астана.